А вот и наша машина Он так клёвым делает мне грудь Меня кто-то кусает Ням-ням-ням-ням До того я всегда боялась Вы это видите? Я только что минут 10 просто сидела И пялилась в этот экран И не могла найти слов Всем привет Короче, не знаю, я так волнуюсь Потому что сегодня выходит продажу Мои патчи И тем самым я открываю свой бренд Косметики К слову, на сайте вы сможете увидеть Что будет в декабре Вас ждать в продаже Но начала я со своих первых деток Именно с патчей мне хотелось Запуститься и выйти в этот мир Косметики Поэтому это первое, что я хотела вам представить На что обратить ваше внимание Поэтому давайте я уже буду рассказывать Мой бренд называется Сьют Эта коробочка Летела просто вместе со мной И слегка помялась Давайте я вам покажу Все и расскажу Сбросим все это напряжение У меня в директе Просто эту неделю Так как я там очень много Сторис Общалась Показывала Все те, кто следят за мной Там видели Что я все подробно рассказывала Показывала Ну, насколько это могла И очень много было вопросов Как выглядит упаковка Как это все хранится За счет чего там Что, как Прилеплено Леется, не клеится Сползает, не сползает Когда выйдет продажа Короче, вот кучу вопросов Я вам вкратце сейчас все расскажу И мы отправимся вместе с вами В этот влог В наше путешествие и приключения У нас имеется Продажа в нашем магазине Телемагазине Магазине На диване Или как это еще назвать Три варианта упаковки Основная Это пять пар Вот здесь написано Здесь у нас на пачечке Написаны все виды пачей Я не знаю Если кто-то за мной Не следит в сторис То вы наверняка Сейчас впервые вообще видите И виды, и ароматы Про ароматы тоже прикольно Потому что Мы же вместе с вами их выбирали Те, кто помнят Мы достаем Что у нас там Первые патчи Morning Selfie Это такая индивидуальная упаковочка Под каждые пару патч Все у нас цивильно Все у нас luxury Все очень удобно Красиво Классно Здесь у нас написано Stressly Relieving Eye Patches On The Go Это название Morning Selfie With Capuccio Aroma И для корейской аудитории На корейской Ну, потому что это корейские патчи Которые производились там Я вам сейчас покажу небольшое видео К слову Наших производителей в Корее Которые делали для нас эти патчи Открываются они Вот так Оп Достаются Оп Вот так выглядит патч Отклеиваем пару Внушаем этот аромат Капучино И наклеиваем Давайте я вам пока что одну штучку наклею Чтобы не перепатчить мне сейчас лицо Вносим, собственно, эти патчи Наслаждаемся В чем суть? Я рассказывала об этом в сторис Давайте я сниму пока что Чтобы это Вот эта обратная сторона Это гидрогель Видите? Здесь небольшие капельки уже появились Сыворотка начала выделяться Здесь у нас с обратной стороны гидрогель А здесь нетканое такое полотно Которое не дает патчам испаряться То есть Вся сыворотка Она остается внутри Соответственно Она вся проникает в нашу кожу Опять же Я это рассказывала Но Сторис реально всем очень Заинтересовала И очень понравилась эта информация Поэтому я для вас продублирую То есть В банках Ну вот эти вот Которые там сразу Кучу-кучу патчей По 30 типа штук Это сам по себе гидрогель Он состоит из крахмала И вот эти гидрогелевые патчи Которые знаете Вот сползающие Вот эти более такие Жиденькие Они замешаны В сыворотке В банке Вы достаете Наносите И за счет того Что спереди Вся сыворотка Она испаряется А с обратной стороны У вас стекает У патчи Не получается Проникнуть в кожу Чтобы сыворотка Это пропитало вам кожу Но и после Остается еще Такой очень липкий эффект Который не очень комфортен В чем суть этих патчей Они приклеиваются Прям конкретно Намертво Да За счет того Что спереди Вот этот материал Который не дает Выпариться Сыворотке А изнутри Сыворотка Она в это время За счет тепла И контакта с кожей Начинает выделяться То есть Первоначально Когда вы Отклеиваете этот патч Вам может показаться Что он такой Знаете Ну вот он держится То есть он липкий Но он не то чтобы Такой влажный Он скорее просто липкий Мне вот подруга написала Которой я давала Еще давно Патчи потестировать Она сказала Что я думала Ну пока она не прочитала Эту информацию Пару дней назад У меня я ей не рассказывала Говорит Я думала Что у меня с патчами Что-то не так Потому что я их беру А они типа не влажные Типа она такая А в чем смысл Типа как у меня В кожу они попадут А на самом деле За счет контакта С кожей За счет вот этого тепла Сыворотка выделяется И когда вы снимаете Патчи Вы прям почувствуете Что у вас вот Вся кожа тут Увлажнена Подтянута В тонусе Короче Они в этом плане Работают просто офигенно Каждый патч Умеет индивидуальный Такой рисунок Чтобы вы могли На день себе Выбирать аффирмацию Далее у нас Давайте я вам покажу Дальше Мандэй Здесь у нас Мандэй С ароматом За который голосовали Больше всего Мои подписчики Я спросила Какие выберете Ароматы Малиновый лед Бломбир Или капучино Ну я их тогда По-другому назвала И больше всего Голосов было Именно за Raspberry Ice За малиновый лед На самом деле Очень вкусный аромат И здесь у нас Мандэй С таким Грустным смайлом Потому что Кто любит Понедельник Как они вкусно Пахают Я не могу Наносим Патчик Они обладают Таким легким Легчайшим Охлаждающим Эффектом Без перебора Красота Очень красиво Ну тут вся та же самая суть Я уже Остальные клеить не буду Я вам буду Только показывать их В общем Это у нас Мандэй Малиновый лед Very busy Тоже малиновый лед Здесь три аромата В целом у нас Представлено Эти красотки Эти патчи Я показала В первую очередь Ну так получилось Stories И просто мне все Написали о том Что это Шанель Это Шанель Короче все подумали Что это патчи Шанель А на самом деле Патчи Шанель Не существует Это просто Люди Распечатывали бумажку Шанель Каким-то образом Я не знаю Приклеивали наверное На патчи Свои И вот так фоткались Типа модно Но на самом деле У Шанель Нет патчей А у нас есть Очень красиво Это супер стильные Такие Когда у вас настроение Very busy Вы такие Типа едете На учебу Да На работу И такие типа Don't touch Далее Need vacation Всем нам Очень часто Нужен vacation Это Кстати патчи С моим любимым ароматом Он мой фаворит Это аромат Пломбира В общем цвет Наш фирменный Вот этот серенький Они тоже Идут такие С настроением Пломбира Такого легкого Охлаждающего Мороженого И The last one Последнее No photo Это мне кажется Идеальные патчи Для Влада Который не любит Чтобы я его снимала И он такой надевает патчи No please No photo Они вот так выглядят С ароматом Ice cream Итогом У нас Пять пар патчей Monday Morning selfie Need vacation No photo И very busy Это основная пачка Которую вы можете Приобрести Уже прямо сейчас По ссылочке В описании Также у нас есть Возможность Купить пачку С тремя парами Здесь у нас Представленный Morning selfie No photo И need vacation Вот здесь Это все указано На сайте Тоже написано Если вдруг Вы захотите Затестировать Меньшее количество Да Или вам в принципе Нравятся там Именно вот эти Которые я сейчас Перечислила Да То можно взять Пачечку поменьше Получается Вы можете попробовать Аромат капучино Morning selfie И аромат Ice cream И есть еще Чуть меньшая пачечка Это с двумя парами Здесь у нас Представлены Два принта Это Monday И very busy Оба с ароматом Rosberry ice Малиновый лед Пачки с тремя парами Представлены Принты с капучино И пломбиром А в пачке Где две пары Пачки с малиновым ледом Все это указано Все это Можно увидеть На сайте На валберисе На озоне Купить можно Не только в России Есть доставка И в Европу В Армению Беларусь Конечно же Казахстан Киргизию Международная доставка Которая у нас ЕМС Осуществляется сервисом Страны ближнего зарубежья Европа Азия Ближний Восток Канада В общем Wherever you want Как говорится Куда хотите Туда И заказывайте Мы делали специально Чтобы была возможность У людей Абсолютно Откуда вы хотите Заказывать Наши патчи Вот такая вот история Да В общем Обязательно Поделитесь пожалуйста В комментариях Отметьте мне в сторис Или напишите мне в директ Как угодно Свяжитесь со мной Когда приобретете патчи Поделитесь пожалуйста Своим отзывом Как вам понравилось Не понравилось Что какие могут быть Правки Неправки Короче мне очень интересно Так как мы это все вместе С вами проживаем Я конечно же Учитываю все Вот эти вот правки И мы можем В следующей уже коллекции Что-то менять Также хотела вам показать Небольшое видео Которое прислала нам Наш представитель Из Кореи Где производились Собственно патчи Если вдруг вы мне не верите То она рассказала Показала Кое-какие нюансы В общем подробнее Буду вам еще рассказывать Конечно же У нас там куча Разных историй Как мы создавали Эти патчечки Как мы Вот это все Эти принты делали Это настолько сложно было То есть чтобы вы понимали Я это придумала Практически мне кажется Из головы Эту идею Того чтобы патчи Были вот именно Вот такие Как они получились И мы Искали Как выглядят Аналоги Таких патчей Есть ли они Ну я помнила Что точно Есть у Диор Вы знаете Я уже много-много лет Интересуюсь патчами Тестирую все Возможные виды Помню что Вместе с вами Тестировала патчи Диор Которые кстати Стоят Пять тысяч рублей За две пары Пачки У нас две пары Патчей За пять тысяч рублей Ну понимаете Да Цены А суть Точно такая же То есть Это точно Такой же Принцип С нетканым Материалом Внутри Гидрогель С сывороткой Они тоже Не сползают Они ну точно Такие же Удобные И классные Ну только Их вообще Фиг пойми Где найти Я помню Что когда я хотела Затестировать Я купила себе Вот эту пачку Я ее так сложно Искала Мне прям очень тяжело Было их найти Купить Чтобы вы понимали Со всего мира Я для вас пока Хотела показать Такую историю Собрали вот Всего сколько Аналогов В мире С этими патчами То есть У нас есть Диор За пять тысяч рублей Вот эти Есть Патчи МБР Тринадцать Пятьсот Шесть пар Стоят Есть Инститют Ну в общем Какой-то вот Такой бренд Пять тысяч Шестьсот рублей За пять пар Скин Айланд Две пятьсот За четыре пары Элемис За пять тысяч Восемьсот Шесть пар Вот эти И Эстелаудер Пять пятьсот В золотом яблоке То есть Статистика небольшая Сравнение цен За одну пару То есть Ценовая категория Патчи аналогов Начинает Стартует От Шестиста Рублей До Двух тысяч Двести За одну пару Наши патчи Ну и мы не продаем Поштучно Но просто Это высчитали Тогда Получается Что За патчи Мои сьют Двести восемьдесят Рублей За пару То есть Аналогов В мире Всего Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть аналогов В мире И это Всегда Очень дорогие Патчи То есть Это не просто так Не только потому Что там Диор Это Диор А потому Что Это В принципе Очень тяжелая Технология Создания этих Патчей Но я Если честно Не понимаю Почему Так мало Потому что Ну в мире Делают таких Патчи Потому что Вы просто Один раз Попробуйте И вы Реально Меня сразу Поймете Насколько Это Удобная Такая История Вы просто Наносите Их Они сухие Снаружи Соответственно Вы можете Выходить с ними На улицу Они не потекут Не упадут Вы можете С утра После душа Выходишь Наносишь Начинаешь Сушить волосы И знаете Вот это Вот с патчами Что все Волосы Вот тут На патчах Приклеены Короче И так далее То есть Я вообще В шоке Просто Насколько Это удобно И круто И почему Так мало Кто их сделал Всего 6 брендов Вместе с нами 7 брендов Во всем мире Я считаю Что это Вообще Мы прям Очень сильно Недалеко Отходили От себестоимости Чтобы Цена была Ну то есть У меня в целом Как бы политика Бренда состоит В том Что я Всегда мечтала Но я вам Потом об этом Расскажу Если вкратце То я просто Всегда мечтала Создать бренд Косметики Который будет Абсолютно Люксового уровня То есть Вы потом поймете Я вам буду Так про каждый продукт Показывать Рассказывать Про аналоги Да И про цены Что абсолютно Все продукты У меня Настолько Высокого качества Что Любые аналоги Такого продукта Как у меня Стоят просто В разы И в разы Дороже В этом была Моя цель Создать Супер Премиальный продукт По доступной цене И я очень рада Что у нас Это получилось Еще раз Расскажу вам Что оставляю ссылочку На сайт В общем На все маркетплейсы Где вы можете Приобрести И их заказать Скоро Вы сможете Их купить Также В магазине Оффлайн Буквально Чуть Нужно подождать И я с вами Поделюсь Где это Можно будет сделать Показываю вам Девчонку Нашу Представителя Из Кореи И начинаем Этот влог Девчонку Любplus В 120 В компаниях Что у нас Начи가 При Station Показningen Вы?' М腳 Я вообщב Девчонку Эта Влин Девчонка Здесь Заб Sisters Девчонка Из Грем wal В�보좌 Desktop Я не хочу лететь без паскласса, я хочу лететь в первом классе. Я спросила наших турагентов и говорю, у нас же есть мини, может быть мы можем вымереть всё на замене в апгрейн до первого класса? В итоге там не получалось, короче, почему-то онлайн нам не давало апгрейн. И мы приходим в бизнес-класс, садимся такие за свои места, начинаем с вкладом «Токсити». Типа мы были что-то прям вообще недовольны такие, типа, как-то нам тут не нравится, не кайф. Всё такое. Я говорю, блин, Влад, давай я спрошу, может быть мы можем типа доплатить в первом классе. Влад говорит, я не хочу эту мороку, типа, сейчас мы будем ждать оплатить. Тут наверняка надо оплачивать не русскими картами, будем принжевать, типа, тут весь самолёт нас будет смотреть, типа, я не хочу. Говорю, давай я спрошу наших турагентов. Он говорит, да я типа морока. В итоге я спрашиваю наш турагентов, он говорит, да, можно, но надо из туатессы лично просить. Я говорю, Влад, можно я попробую, он трудно уйдет. Я пробую, она говорит, да, осталось всего лишь два месяца в первом классе, и типа, вы можете апгрейдить, типа, доплатить. Я говорю, Влад, всё, можем доплатить, он такой, типа, мы можем оплатить карты. Он говорит, мы можем либо наличными, либо нерусскими картами. Влад говорит, я уже говорил, нельзя так. Будем сейчас мучиться, короче, стал расстраиваться, я говорю, блин. Она говорит, а может быть, мы можем вам милями повысить? Я говорю, у нас есть мили, давайте. Она пошла проверять, мы сидим молимся. Влад говорит, какой кринж, типа, нет, пожалуйста. И в итоге нам приходят и говорят, тут, типа, 50 тысяч чего-то милей стоит апгрейд до первого класса. У нас было с Владом ровно 50 тысяч, и всё. Я так рада, я своего добилась. Так, в общем, здесь у нас вот такая у кого. Здесь спрей для подушки, мазалка, типа, перед сном, салфетка, крем для лица и крем под глаза. Здесь вот такой набор. Влад себе уже сделал такую витаминку. Выпил, типа, электролиты, увлажнения, витамины, в общем, прикольно. Мне вот эта штука понравилась. В общем, тут всякие вкусняшки, орешки, шоколадки, овощные чипсы, какой-то микс сухофруктов. Здесь у нас мини-бар, вода газированная, ой, негазированная, маршмелло, газировка, орешки, газировка, вода негазированная. Здесь, получается, управление, типа, окном, открыть дверь, закрыть дверь. Здесь вот такой блокнотик для записей и ручка. А ещё здесь выдают пижаму и тапочки. Смотрим. Тапочки я положу себе куда-нибудь сюда, чтобы перед выходом надеть. И пижамка. Я, правда, капель сегодня помятая, потому что я вчера надела гигантская съёмка. Началась она рано утром и закончили мы в 4 часа ночи. Точнее, в 3, наверное, мы ещё доходные. В итоге я спала на 3 часа, поэтому сейчас будет. А, ещё здесь прикольные наушники. В общем, мы с Ладом обсудили, что походу больше нас в бизнес-классе не увидишь. Ну, не факт, конечно. Как будто уже всё не вариант. Я буду переодеваться и спать. А вот и наша машина. У нас сзади место. Мы тут можем целую банду возить. Всем приветик. Просто из-под палки я себя подняла, чтобы связаться с вами, выйти на связь и продолжить снимать влоги. Что-то в этот раз нам с Ладом прям было очень тяжело адаптироваться. Получается, прошло 2 дня, как мы прилетели. Во-первых, у нас что-то со сном какие-то. Сбои. Потому что мы вчера проснулись в 5 утра. Просто такие. Всё, мы выспались. Пока. Пошли позавтракали. Потом вернулись в номер. Уснули. Проснулись в час дня. Такой вайп у нас был. Из-за этого мы что-то вообще прям... Don't understand. Легли от этого в 4 утра. Сегодня еле-еле проснулись в 11. Ходили бесконечно. Токсичили всё в утро. Что у нас опять день что-то покатился. Не туда, куда надо. А потом решили так. Всё, стоп. Хватит ныть. Решили, что всё нормально. Сейчас новый крем пробую. В итоге разбрелись по своим делам. Влад уехал к ребятам работать, решать по роликам и все дела. Так как он сюда приехал с командой. То есть это у нас не типа отпуск. Ну у меня типа отпуск. Влад приехал сюда с командой. Они будут тут снимать все дела. Я собираюсь на пляж. Потому что мы здесь уже 3 дня. Я ещё и даже не видела море. Поэтому сейчас пойду лежать, загорать. Я вам кстати обещала показать летний уход, который я выбрала в эту поездку. Если он мне зайдёт, то буду пользоваться им. Потому что я очень долго искала всякие спеевки. Во-первых, вот есть такой бренд, который мне посоветовала. Одна прекрасная дама. Буду тестировать. Вот. Ещё ничего не скажу. Но она сказала, что это что-то невероятное. Потом у меня с прошлой поездки осталось немного ланкастера. Вот такую водичку. 50 protection. SPF мне просто нравится, что она очень лёгкая. Несмотря на то, что это 50-ка. Также у меня из Парижа я привозила себе вот такой SPF от Dior. Ммм, вкусненький. Я, честно говоря, про него забыла. Что он новый. И купила вот такой. Тридцатку Comfort Zone. По сути, два одинаковых. Также я в основном пользовалась всё время своим биологиком 50 SPF. Но я посмотрела, что сегодня такое облачное настроение на улице. И я решила, что 50 это будет, наверное, очень много. Не хочу. Хочется хоть немножко лицом загореть. Хоть я понимаю, что это не очень полезно все дела. Ну, короче. По поводу самого ухода. Я взяла весь уход от Comfort Zone. Именно солнечный уход. Вообще не знаю, насколько он хороший или нет. Крем-усилитель для загара для тела и лица. Интересно, как он работает. Вообще, это я взяла для Влада. Потому что он не любит все мои вот эти сверхзащиты. 50-ки. Там даже 30-ки не любит. Он всё время такой, возьми мне какое-нибудь масло. Минус 100 SPF, чтобы я мог сильно загореть. Поэтому я подумала, что, может быть, ему этот крем зайдёт. Я вообще не вижу, есть ли тут в принципе SPF. Сейчас возьму с собой на пляж, почитаю. Не знаю. Также я взяла молочко от 30-ку. И, по-моему, 50-ку крем. Вот такой взяла алоэ гель After Sun. Надо его тут оставить. А ещё я взяла вот такой Face & Body After Sun именно крем. Мне ещё понравился эта лимитка, маленький размер. Поэтому взяла и ту и ту. Да, много бесполезненько. Но мне захотелось. А ещё я взяла вот такой стик. Тоже для Влада. SPF 50. И я подумала, что, вау, как он вкусно пахнет. Он пахнет каким-то мёдом. Очень вкусно. Короче, я взяла Владу на случай, если у него будут какие-то ролики сложные, где надо будет прям конкретно быть на солнце. Пусть возьмёт себе такой стик. Вот такой у меня наборчик. У меня ещё есть какое-то масло. Мы его тут покупали. Но я его оставлю. Я не хочу им пользоваться. У меня слишком много всего. У меня осталось, кстати, 10 дней до конца ношения моей пластинки. Ура! Сейчас я дособираю сумку с собой. А ещё я вот люблю... Ну, это у меня уже перелито. Подорожную штучку от Balmain Sun Protection Spray. Вообще просто, ребят, такая крутая штука. Она супердорогая, её тяжело найти. Поэтому я решила, что мне нужно сделать такую себе в бренде. Мне кажется, это прям крутая штука. Я хочу вам её показать, поделиться подробнее. Но её просто вообще так тяжело найти. Может быть, без полезного вам об этом рассказывать. Ну, в общем. Ну, это прям вообще топ. Я немножко нанесу, всё остальное на солнце сделаю. Такой вот у меня торба. У меня появился новый купальник. Он так клёвым делает мне грудь. Я не знаю, что за бренд. Точнее, я не помню. Но прям очень клёвый. Без шлеек. И поэтому прям вообще, конечно. Всё. Мне ещё надо работать. Делать с собой книжку. Забрать сумку. Кучу дел. Кстати, хотела вам показать. У нас вчера был небольшой шоппинг. Вот это вообще, ребят. Просто балдёж будет полнейший. Вернусь с пляжа, покажу. Я пошла! Ура! Я отошла, чтобы вам рассказать просто невероятную историю под названием «Юля и очки». Иду я такая, собираюсь идти плавать. И думаю, надо снять очки, я хочу понырять. В итоге об этом забываю. Захожу в воду. Ну, естественно, мне уже лень возвращаться и всё такое. Плаваю, 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 плаваю. Думаю, нет, я хочу их снять. Я снимаю. Цепляю себя на купальник. Очень-очень надёжно. Плыву, плыву, плыву наслаждаюсь. И тут мне что-то до ноги дотрагивается. А я вообще вот этого всего боюсь. Я пугливая. Я такая, о господи, меня кто-то кусает. Такая, поднимаюсь. Очков и не бывало на мне уже. В итоге это оказались очки, которые упали. И что начинается дальше? А это прям мои любимые очки. Вообще, я там, не знаю. Валентиаком только купили. Это самые мои удобные. Самые любимые. Самые хорошо закрываемые от солнца. В общем, я расстроилась жесть. Я начинаю думать. Так, во-первых, я просто не умею нырять. Точнее, открывать глаза под водой. И я забываю, можно ли это делать в воде солёной. Может, это можно только в пресной воде. Или только в бассейне. Короче, не понимаю, могу ли я открыть глаза под водой. Думаю, а вдруг я сожгу себе роговицу. В итоге я пытаюсь нырнуть. Не могу открыть глаза. Страшно. Поднимаюсь. Думаю, я буду высматривать просто глазами через воду. Вот так хожу ищу. Просто в отчаянии. Думаю, о господи, помогите. Но они же где-то тут. Ну, так обидно с ними расставаться. Я думаю, они где-то тут лежат. Где-то вот. Никого не трогают. Просто лежат. Никому не нужны. Кто-то потом пойдёт. Либо найдёт, либо наступит на них. Либо они уплывут и рыбки их найдут. Короче, ну вообще бесполезная потеря. Я начинаю думать, что делать. Думаю, о, наверное, типа надо пойти каким-нибудь спасателям и попросить у них очки для плавания, чтобы в них поискать. Была не была, как говорится. Но нет. А как же я сейчас покину свою локацию? Я потом точно их не найду. Я же потом не найду места даже. Сейчас они хоть примерно в каком-то районе. А если я уйду и вернусь, я вообще уже не вспомню. И тут просто как по волшебству идёт телик. Передо мной такой дедушка идёт. С очками на голове. Идёт, несёт очки плавательные. И такой гуляет. Ну, как будто вот ему не прямо, не типа вот прямо сейчас нужны самые необходимые вещи в жизни. Я думаю, о, это судьба. Я быстро запоминаю, покуда у меня воды, где я стою примерно. Поориентируюсь. Так, напротив меня тётя в чёрном купальнике. Короче, что-то пытаюсь быстро на панике понять. Вылетаю из воды. Начинаю его догонять. Он что-то так быстро шёл. Я начинаю просто лететь за ним. Догоняю. Просто, вы представляете, я такая девочка. В купальнике стою такая. Извини, sorry, excuse me. Типа, говорю, можно, пожалуйста. Я потеряла очки в воде. Вот прямо тут вот рядом. Типа, можно я у вас возьму буквально там на 2-3 минуты. Ваши очки типа поищу. И он такой, no. Таким злым лицом вообще трэш. Ну, я попыталась что-то там типа, блин там, sorry. И туда-сюда он такой, нет, они мне должны. И просто уходит. Продолжение следует. В итоге я иду в отчаянии. Думаю, нет. На этом не конец. Это не всё. Думаю, надо попробовать вернуться ещё раз поискать. Глазами буду искать. Что-нибудь придумаю. В итоге возвращаюсь на свою точку. Начинаю их искать. С ними разговариваю. Думаю, найдитесь, найдитесь очки. Просто так смешно, потому что просто мне кажется, надо наложить какую-нибудь музыку драматическую. Я как будто в драме хожу такая. Ого, господи, очки. Вспоминаю, как они были куклины, как будто они умирают уже. В итоге ищу, ищу и нахожу. Но на этом не всё. Я такая, ура. Они так лежат. Они ещё, кстати, лежали ближе к берегу. То есть я ходила вот, ну, типа вот потеряла их где-то тут на воде. Из-за этого мне было очень тяжело смотреть. У меня просто головы было в воде. Я просто искала чисто глазами. А они оказались где-то, ну, в общем, поближе. Я за ними ныряю. Спойлер. Очень глупое решение. Ныряю за очками. Начинаю барахтаться, потому что у меня не получается опуститься на дно. Я забываю, что надо в воздух выпустить. Ну, в общем, все просто на панике. Начинаю до дна добираться просто руками что-то. А я же не вижу ее с закрытыми глазами. В общем, такая была картина, наверное, со стороны. Просто вау. В итоге я всплываю. И их уже нет. В итоге я ещё минут пять, наверное, искала их. Просто прикиньте, насколько мне было обидно. То есть я ещё пять минут после этого такая. Ну, очки же были тут. В итоге через пять минут я их снова вижу на дне. В этот раз я ошибку не совершаю. Я ногой достаю их, поднимаю. И, как я думаю, для вас уже, в принципе, был спойлер. Потому что я в них сижу. Они найдены. Ура! Такой вот получительный урок я получила. Не делать глупых поступков. Но было весело. Всем приветик! Good morning! Я к вам-то выхожу с попеременными такими перерывчиками. Но первая неделя отпуска. Она такая, какая она есть, как говорится. Смотрите, я хотела вам показать. Я сейчас иду на пляж. Я только у вас на влоге с пляжа. А теперь я снова иду на пляж. Между этим была целая жизнь, друзья. Но я этого не снимала. Короче, был приобретен вот такой аппарат. На самом деле выглядит типа вау, круто, да? На самом деле мы просто зашли вчера в магазин с Владом. Причем за водой в отель. Потому что здесь не очень вкусная вода. И мы решили купить свою воду. Ну и пока гуляли, я купила кучу всего. Сейчас я открою эту штуку. В итоге гуляем-гуляем. И я вспоминаю, что я когда вчера купалась на море, мне было иногда, ну типа очень приятно в воде плавать. Но мне хотелось повисеть. И я думаю, блин, а можно какую-нибудь надувную штуку тут где-то взять? И мы просто гуляем. Я говорю, слушай, если вот найдем, давай купим. В итоге мы находим всякие детские там с Микки Маусиками. Но они таких маленьких размеров. И единственное, что было 12+. Не, ну нормально, я пролажу. Не, ну он большой. Короче, я думаю, что остальные, которые там были с Микки Маусиками, это вообще не вариант. Максимальный, потому что, ну блин. А это был единственный большой, который был. Но при этом посмотрите, он такой прикольный и красивый. Посмотрим, как он в жизни смотрится, когда я надую. Ну, готово. Нормально, по размеру супер. Вот так буду плавать. Влад уехал на съемку. Оп. Пойду на пляж. Я вчера начала читать очень интересную книгу. Поэтому мне не терпится прочитать и узнать, что там дальше происходит. Плюс у меня есть новый агрегат. Короче, как я поняла, он как на фотке будет блестеть. Вот так. На солнце. Потому что вот эта вся штука, видите, она блестящая. Она переливается. А, я вам обещала еще раз по калаточку. Что? Ну, тут нет ничего такого сверх интересного. Я, кстати, думаю, может быть, если найду себе напарника. Вчера мы гуляли по магазину. Здесь реально очень много всяких необычных вкусностей, сладостей, соленостей и всяких прикольных штучек. Будет прикольно, если я это все куплю с кем-то. И мы будем такие ням-ням-ням-ням-ням все это пробовать и вам показывать. Так, я взяла какую-то штучку типа полезную. Ну, не полезную, точнее, не вредную. Кислые арбузики такие. M&M's mini. Возьму с собой на пляж, кстати. Skittles с десертами. Мне кажется, что такое вполне, может быть, у нас продается. Но я не видела. Skittles тропический. Ой, вот это все возьму, я хочу. Coca-Cola. Ну, это обычно, просто мне захотелось. Вот такой Twix необычный. Не знаю, в чем его прикол. Вот это я очень хочу попробовать. Twix с шоколадом и орехами. Мне почему-то кажется, что это будет немножко такой нутельный вкус. Еще я взяла вафельки Twix. И вот эту прикольную штуку я вчера попробовала. Не знаю, мне кажется, это жесткая химоза. В общем, это такая штучка конфеты. Я не знаю, почему у него вот такое лицо. Но эта штука, которая сверху у конфеток. Вот эта вот, типа, сама штучка. Ну, такая, не супер кислая, но немного кислая, сладковатая. И ты начинаешь ее, ну, рассасывать либо раскусывать. И она вся внутри начинает выделять пену. И поэтому потихоньку эта конфета превращается в пену, в фоум. На вкус ничего интересного. Но как развлечение во рту очень даже. Делаешь салфетки себе, чтобы мне удобно было снимать мою капу. И много-много такой воды. Кстати, мы сегодня попробовали. Мне вообще не понравилось. Почему-то раньше я любила Фиджи. А вот сейчас купили, и мне как-то не нравится. Надо будет потом другую взять. Конец. Я приехала на пену фидратов, где они сейчас снимают ролики. А я обедаю. Блин, что-то вообще, да? Что с погодой произошло? Как будто дождь ходит. Я даже была до рубашки. Ничего не было. Это большинство. Встретились с ребятами. В таком вот своеобразном, интересном, креативном. Местечко. Рассказывай. Ваше национальное вкусное. Жесть, вот этого я всегда боялась. Ага, почему? Не знаю, они так жутко выглядят. А это типа все варится? Да, это все варится вот здесь. И я специально заказала мне острый супчик, который вы варите. А потом вот этот соус ореховый. Он чуть-чуть острый, любишь? Да. Он еще островатый. У тебя уже волосы белые. А мои волосы, азиатские, у нее краски. Я красил здесь. Вообще? Шесть. А, ну они светлеют, да? Чуть-чуть? Да. Я хотела покрасить себе такую прядь, короче, сделать. Ну такую же, да. Пепельную. А у меня в итоге получилось. Как будто я мемелирование сделаю просто. Ну это мы просто типа борщ варим, да? Типа по отдельности. А потом типа достаешь и ешь, да? Да. Он быстро варит, посмотри сейчас. Вот он уже, видишь? А так тут что-то уже лежит сваренное. Это ваше? Нет, это просто для супа. Смотри, уже почти готово. Прикольно. Хлем. 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 Ну выглядит... Вкусно. Это называется хогу. Вот что ж мы делаем. Ага. Вкусно? Да. Ладно, мы точно проедем? А че нет? Походит, чтобы я газонул походу, нет? Ах, газы стоят. Газонина. Аа, нет. Сильно. Спасибо, дядя. А прикольно, что он нам мешает снимать? Да, да же, мы заказали. Чел снимает для... Да, да, да. Я хочу распаковать и распаковку сделать. От моего спонсора. Нет, ну посмотрите, что он просто мне купил. Вы сам видел? Да. Зацените мой жесткий аутфит, кроссовки. Бомба. Шорты. Мастермайнд. Кошелек. Мастермайнд тоже. Это отдельно. Брелок бомбовый вообще. Зацените. Надпись Tom Ford. Не, это уже лишний. Это просто надпись. Майка. Сейнт. Кепочка. Селин. А вообще никого, да? Не смущает штука белого цвета? Вас это смущает, штука белого цвета? Часики. Бруслетик. Фитнес. Бруслетик. Все. Оставляю вас с ведущими новостями. Мы немножко готовимся к зиме, да? Пошли гуляли, встретили такую красоту. Ой, а пахнет? О, о май гад, как говорится. Вы это видите? Топ. Ну, смотрите, есть классная штука с таким замком. Прямо сейчас вот так вот открываешь, и сумка уже такая, более свободная такая, больше. И еще есть вот такой вот ремешок, его тоже можно прицепить. Короче, так тоже будет удобно носить, вот ты цепляешь вот за эти штучки. А эти вообще будут не цепляться, даже. Короче, вообще многофункциональная. Никто не замерзнет, кто бы в ней не оказался. Даже если там окажется Саша. В самом деле, еще в прошлом году их хотела, как-то почему-то не купила. А в этом году еще и цвет, по-моему, новый появился, вот этот, который мне даже больше не нравится. Так были до этого черные. Такие булцы, хочется сказать, уги, но это амельская история. Мы вообще зашли Владу купить буквально на 5 минут. Мы зашли в пиццшку, купить ему кепку и очки. Очки не нашли, кепку нашли. И случайно по дороге купили мне эти уги, хочется их называть, ну пусть будет. И вот эту сумочку. Ну это вообще, да, заносик произошел невероятный. Шире ненадолго заехать. В Дубай, сафари парк. Так, мы все пропустили, ребят. Сейчас 4.10, а в 5, то есть через 50 минут, закроется вся эта история. Очень жаль, потому что просто мега-гигантская территория. Я попросила Влада, чтобы мы жарко купили. И сейчас первая будет шимпанзе-стейшн, которую мы пропускаем. Потом фламинго-стейшн, мы ее тоже пропускаем. И едем на жираф-стейшн, потому что сейчас только жирафов покормить. Здравствуйте, дима, дима, дима. Мы ее все видели в паблике. И взяли еду для мяса. Вот они, дубочки. Смотри, вон какой твой друг один. Смотри, 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 вон он уже тебя увидел. Я боюсь. Просто вытягивай потихонечку. Вытягивай, вытягивай руку. Потихонечку, потихонечку. Не спеши, не спеши, не спеши. Поиграйся с ним там чуть-чуть. Дай-ка одну, смотри. Стоповый кадр получился. Может, почти к другому? Все, проходи. Броу. Я такой, а почему не я? Этот уже наелся. Ну, корми этого. Давай, давай, дотягивайся, дотягивайся. Ой, молодец какой. Продолжение следует... 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 Я немножко опоздала на пару лет, конечно, с трендом. Из него реально можно легко ослепить какую-то фигурку. Его действительно можно отрезать, так, сломать. Насчет тайни, не знаю. Следующий персик. Мне кажется, что персик будет такой же, как этот. Там были более разнообразные штуки. Да, то же самое. Просто будет с запахом персика. Там были более разнообразные, необычные. Но мы так спешили уже в конце. И получается. То же самое, только в нем еще есть вот эти блестяшки. Допустим. Слушайте, может, надо что-то добавлять сюда? Можно изучить всю коллекцию, потом вернуться и что-то купить. Прикольное. Не, ну как будто у меня одна из самых прикольных. Вот эта прозрачная, это круто. Все остальные просто цвета. Вот у меня вот этот. Везде металлик, глиттер эффект. Color change, глиттер эффект. Металлик, глиттер эффект. А у меня какой-то transparent эффект. Блин, не знала, как переводится слово transparent. А вот это что? Типа просто открываешь, потом добавляешь вот эту штучку. И она получается блестящей. Короче, у нас сегодня день. Балдень. Из-за того, что у Влада выходной. Мы вообще ничего не планировали. Я, по-моему, вам что-то рассказывала или нет. Поэтому мы просто скитались, гуляли. Потом мы такие, ну, поедем в зоопарк. Короче, просто угорали. Мне очень понравилось. Вот так, знаете, в моменте что-то делать. Типа пойдем возьмем холодный чай попьем. Пойдем сделаем симки наконец-то. Такой день, не обременяющий ни на что. Было довольно весело. Мы такие, как подростки, знаете. Без дел. Без ничего. Захотели, купили слайм. Короче, мне очень понравилось. На самом деле, реально похоже на настоящий выходной у Влада. Я сегодня не отдыхала. Я как бы работала, но у меня и по-другому работа строится. Поэтому не считается. Но я считаю, что для выходного такой вот, знаете, не запариваться. Иногда это тоже очень классно. И даже не тоже, а очень даже классно. Я сделала себе ноготок. Все, давайте замешивать эту штуку. Вот она у меня разваливается в руках. И что дальше? Посмотрите, какая упаковка была. Вся такая яркая. Глиттер эффект. Шайни дресс. Глиттер. В итоге просто какая-то хрень. Не, я, конечно, люблю более слаймовые слаймы. Может, это вообще не слаймы. Эта штука тем временем потиху течет. Хочу посмотреть прикольную штуку. Смотри, ее вот так надо. Краш. Готов? А вы готовы? Ой, не ожидала. И что дальше? И что? Все, я прошу, и она должна была хорошо. Странно. Я ожидала чего-то иного. Что, они все без запаха? Это странно немного. Ой, ну это вообще хрень. А, и все, она вот в мелочь такую собирается. Немножечко приоделись. Такая вот история. Let's go. Let's go. Встретили нашего друга в нашем любимом ресторане. Опа. Оцени, пожалуйста, Влад. Оцени. 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 Окей. Как говорит, все, что ты заказал, давай этого не будешь есть. Будешь есть только это мясо. Не. Это спасибо. 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 Не, 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 не. Не, 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 не. Всем приветик. Посмотрите, какую прикольную штучку у себя нашла в закромах. Я, оказывается, её купила ещё летом, но совсем забыла. В общем, такая, не знаю, пока что я её использую как... Ну, увидела в ней использование, как накидки на пляж, но вообще это Ори Кованс, а у них все вещи... В общем, можно её, знаете, завязывать, перевязывать, носить по-разному. Прикольная. И очень такая, видите, приятная ткань, летящая. Как вы поняли, я собралась на пляж, набрала всего, что мне нужно, потому что сегодня понедельник, а это значит, что день рабочий. Мы тут не на отдыхе. Сейчас будут у меня созвоны, меня уже всех в чатиках ждут. Я сегодня взяла себе кабану такую побольше и буду на ней лежать, отдыхать и параллельно работать. Такой вот план. А вот и мой сегодняшний кабинет. Я всех закрываюсь. Там будут загорать, там плавать, а тут работать, когда будут звонки. Но не идеально ли, ребят? Мне еще тут, оказывается, подарили. Очень даже, очень даже. Пойду позагораю, пока есть времечко. Ребят, всем привет. Я сейчас как в фильмах ужасов, просто посмотрите. Кажется, да? Просто вот одна на пляже гуляю. И тут, смотрите, я думала, они не настоящие. Это, блин, верблюды. Они одни здесь. Ноль человек вокруг. Я просто одна гуляю и встречаю верблюдов. Что происходит? И мы с вами 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 с